Следующая визуальная нововка для начала Это Ночь в госпитале Буду проходить несколько визуальных навыков сразу Потому что они всё же короткие И начнём Это какой-то храк, так что посмотрим Я всеми силами пытался оказывать сопротивление в судьбе Продолжая плетать голову в подушку В последний раз, когда мелодия входящего вызова Сдаётся после полуночи Это говорит об одном Звонит Стив И он бывает точно стучив Сдерживай беду, я поднимаю трубку Фрэнк, эй, Фрэнк Фрэнк Стив Знаешь, сейчас в час 4 утра Ой, да перестань В сине конику за окном Живи настоящим В любом случае, чувак Нам нужна твоя помощь Знаешь, тут заброшенный госпиталь Недалеко, от i80 Королевский госпиталь? Да, слышу о нём. Дай угадаю. Ты что-то забыл? Ха-ха, да ты прям экстрасенс, Фрэнк. В общем, я принёс весь экзорсистический хлам. А фонарик забыл. Будет другом, привези мне его поскорее, не откажешь. Ах, ладно. Но ты будешь должен мне коктейль и картофель фри из Диско Чикен. Опять. Если меня ничуть не позволить помнить, то он должен мне около 20 коктейлей и 32 порции картошки. Честно говоря, я давно уже сбился со счёта. Договорились. И да, мог бы ты ещё принести мне... Что? Связь перерывалась, прежде чем он говорил. Стив! Стивен! Эй, ты там? Чёрт возьми, только не это. Парал лет назад с Стивой и я уже сталкивались с чем-то подобным. Стив изучает форумы и блоги, разыскивая всякие истории о поведениях. Сплетни, которые люди выбрасывают в интернет. После небольшого расследования он забивает, он в серый и ждёт очередную заброшенную постройку X. На поиске нечисти. Примерно через час он злит вне. Я выезжаю и отдаю ему то, что он спешит забылить с собой. Поэтому он стал, можно сказать, чем-то вроде его персонального бога спасителя. Когда-то даже приносил ему свои собственные капканы в поведении, просто по дружбе. Полагаться, что при на этих статей вброс на удивление оставшаяся частью метрическое подкрепление. Мы побороли особенно неприятного трудиста на прошлой неделе, с четырлыми руками, с подразделившим типичному запретку, смоноченную святой воде и солонку. Скажу без сомнения, со стивом никогда не бывает слушанного. Накинув куртку, я сразу направляюсь к выходу, чтобы как можно скорее оказаться возобращенной больницы. Дорога непривычно пустая, ведь каждый из здравомызающих человек в Лангит-Хиллз уже давно спит. Не удается добраться до госпиталя за пять минут. По ставшему привычному маршруту, еще полминута уходит на парковку. Разбитые окна, треснувшие стены, фонари повреждены и не подлежат ремонту. Единственное, что помогает ориентироваться в густой темноте, осеянный лунный свет, с собой проникающий через острую сетку плитого стекла. Сидев шаг, я чувствую холодящую, впитающую в воздухе ауру, чтобы опитало это место. Он, в этой элитичности, ощущение вдоль позвоночника нервы на клыбокалывает, будто призрак следует прямо за мной. Я вхожу по главный коридор и включаю фонарик, который Стив просил принести. Стив! Эй, я притащил твое барахло, выходи! От ответа не последовало. Какого черта он натворяет? Еще одна попытка до этой зоне С безуспешна. Так ладно, подобное уже не в новинку, полагалось сейчас самое время отправиться на поиски моего пиетия. Вот же подонок! Зная этого человека, я более чем уверен, что он забыл зайти в телефон. Кремя глаза я заметил нечисто, что привлекло мое внимание. Я направляю туда свет фонарика. Это кровь? Длинная дорожка из капельбордового красного цвета начинает здесь и идет в одну из больничных палат. И кажется, она совсем свежая. Господи! Я срываюсь на бег. Стив, мой лучший друг из шестого класса. Всякий раз, когда он был в вас сделать домашнее задание, я хотел ему списать. Когда я был сбешен, он не мог откликаться даже родителям. Он всегда меня поддерживал. Даже не знаю, что сказать его маме, если с ним что-то произойдет. Стив! Стив! Если ты сдох, я убью тебя! Я вываливаюсь в воде и уваливаюсь внутрь. Тринственный мальчик. Тринственный мальчик. М? Не возражаешь? Я тут занят вообще-то. Эй, извини. Стекла уже выбиты, так что... Не важно. Не стой там. Закрой дверь. Эй. Я предпочел бы этого не делать. Боишься? Я не знаю тебя. Он засмеялся, но уж извини. Я не горюжула не попасть в ловушку или что-то в этом духе. Еще раз. Что ты здесь делаешь? Это долгая история. Правда? Неважно. Думаю, мне стоит просто уйти. Ну вот опять. Слушай, может тебе нужна помощь? Хочешь, я позвоню кого-нибудь? Ах, нет. Я прячусь. Вот иногда касаемся пальцем в бедных губ. Просто не было мучайник. Тихо. Это секрет. Отчего ты прячешься? От троги зелень. Одну гонят в больницу. Пробую мелочи. Порезался в бумагу. Звоните 911. Тебе отправили лечить маленькую ранку. Зачем? Ну, у меня гемофилие. И поэтому ты сбежал в старый госпиталь, кишащий крысами? Где бы ты спрятал книгу? Ух, вместе где полно других книг. Совершенно точно. Никто и не подумает искать меня здесь. Всяким муфилие. Эй, может я хотел почувствовать хотя бы и раз контроль над собственной жизнью. А это сложно сделать. Тебе, когда родители сидят за каждым твоим шагом и никогда не позволяют тебе делать то, что ты хочешь. Ну, я понимаю. А я тебя понимаю. Знаешь, есть черта, к которой родители не должны приспать. Они по классу не имеют права отвечать на что-то. Если оно не выйдет окружающим. Например, решать с кем ты можешь встречаться, а с кем нет. Точно. Понимаешь, о чем я? Так, что ты здесь делаешь? Ты уже пьячешься. Нет, я ищу своего друга. Он примерно такого роста. В ребром радоне я расчерстил в воздухе линию чуть выше своей головы. У него темные волосы, бронзовый загар, медовые глаза. И данность полонелась в 18. Хм, не уверен, что видел кого-то похожего. Может он на другом этаже? Вот дерьмо. Тяжело вздохнув, я пытаюсь разобраться с собственными мыслями. Как думаешь, тут где-нибудь имеется схема больницы? Он, пожалуй, плеченький. Вполне вероятно. Он может поискать других комнат. Мы? Все нормально, я сам справлюсь. Не будь идиотом. Один заячий, по-моему, шинек тебе не помешает. В этом есть какой-то смысл, и он кажется вполне безобидным. Синее, чем выглядишь, знаешь ли. И совсем не безболезен. Ох, ладно. Товарищи, давай начнем. Разборачиваюсь и выхожу через дверь, ведущую в коридор. Ну и новый знакомый идет, соблюдая между нами дистанцию. Его шаг настолько медленный, словно он находится на туристической прогу, точной экскурсии. У него возникает навязчивое чувство, что он не воспринимает всю ситуацию всерьез. Незапертые двери обнажали пустые пространства комнат. Там не было ни мебели, ни чего-либо еще. Даже не стоит тратить на них время. Лучше осмотреть те, что закрыты. Блин, заперто. Проверить пожимает ключами. Ну вот, у меня нет ключей. Так или иначе, какие-то должны поддаться. Попробуем подергать вон те. Я пытался покрытить ручку. Чем я занимаюсь? Основая нарядку и мебель, что присутствует в попадавшихся комнатах, было заметно, что интерьер в какой-то степени схож с той палатой, где я наткнулся на эту пронюшку. Кажется, это установленный стандарт. Давай осмотрим под стол. Пушковичка слегка заржавела. Водовая плохое состояние выдвижной конструкции, но с некоторым усилием мне удалось его выдвинуть. Конечно же, благодаря моему нескончаемому везению, я в ящике мне повезло найти только полудину до пыли. А сколько велико это здание? Оно огромное. Решишь себя осмотреть каждую комнату, закончишь только к завтрашнему утру. Проклятие. Так, кровавая дорожка до сих пор в моих мыслях. Нет необходимости говорить, что это место вызывает от этого мне дикое желание изъезжать. Превать, я хотел, что там Стив говорит. Как только я найду его, мы мигом уедем отсюда. Мой неожиданный спутник вернулся очень вовремя, отвлекая от глупых панических мыслей. Я только осознал, что еще не представился. Я Лука. Разнакомствую, Лука. Меня зовут Фрэнк. Я тоже разнакомствую. Где ты живешь, если не секрет? Здесь, неподалеку. Понятно. Неожиданно прослышался судорожный стук зубов. Лука бросила в крупную дрожь. Извини, извини. Это больничный халат, не рассчитан на ночные сквозняки. Думаю, мне нужно ненадолго присесть. Если хочешь, могу одолжить свою куртку. Я буду тут, пока тебе не прилегчает. Было бы здорово. Спасибо. Лука, приняв нагретую куртку, торопливым движением накинул ее поверх тонкой ткани и тяжело опустился на край скрипящей койки и со стороны любви самоградовая меня. Раз мы здесь, возможно, мне стоит рассказать чуть больше о себе. Ты говорил твоему другу восемнадцать. Я немного старше. Ты учился в местной старшей школе? При неосетиве родителей все основное время я провел в больнице, поэтому был не в состоянии окончить школу. Есть план вернуться и выпуститься. Ты ведь теперь освободен. Возможно. Хотя, если честно, я не очень-то уверен в том, что мне это действительно нужно. Он встает и кивнув мне. Я в порядке. Пойдем. Мы выходим из комнаты. Я проверил каждую дверь по пути в холл. В это время, как Лука просто маячил где-то рядом. Не ты ли говорил, что можешь, поможешь мне? Я придумал. Он ведь твой друг, как-никак. Я его даже не знаю. В конечном случае еще одна запертая дверь. Хоть дверная ручка немного заедает, но мне все же удается ее открыть. Я подаю знак, чтобы Лука вошел. Здесь тот же интерьер, что и во всех предыдущих комнатах. Та же кровать, те же столы, полы, потолки некоторые предметы наверняка давно вынесли. Но именно эти незначительные детали и создают сильное различие. В свое время архитекторы действительно усердно держались в стиле Фрэнка Лойба-Вебера. Не так ли? А сейчас эта комната целиком полностью покатоплю и полдиной. Атмосферненько. Ну да, очень оригинально. Ничего не скажешь. Моим за вниманием снова свадел шаткий стол. Он ни в какую не открывался. Черт. Может нам удастся найти еще что-нибудь, деленное под подушкой? Говоря о нас, я веду себя. Почему он еще участвует в поисках? Аккуратно приподняв нечто дрябло, истлевшее, что когда-то можно было назвать подушкой, я нахожу много ниток, прияв, что окружат пролтевшие отрывки бумаги. Нирваны тусклые выглядят как хлам десятилетней давности, но я чувствую, что их нужно взять. Зачем? Потому что именно так мы и поступаем, забираем и присваиваем себе все, что находим. Я пробежал все глазами по чернильным записям, но не отметил ничего важного. Ха, все нужные информации уже вычленены, как удачно. Хорошо, каким образом ты понял, что именно она нужна себе? Не знаю, просто у меня такое ощущение, что это все неспроста. Так, согнемся. Ощущение, что это все неспроста. Я пригляделся к нему, не понимая, с чего тут можно веселиться. Кажется, вышел строго. Прости, больше не буду. Думаю, тут отмечено все, что происходило в этих стенах, надо двигаться дальше. Не имеет значения, как долго мы идем. Все вокруг остается одинаковым, однообразным. Гранаты, таблички, публик, 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 невозможно прочесть. Напряженно появляющий свет фонарейка давал рассмотреть потвердый грязный пол. Это хорошо мотив в углах, при приближающем рассмотрении оказалось заброшенным дворничным бельем. Также, множество осуществляет, что копились гагами через окна и были чудом заброшены из палаты с крыльником. Ощущение, будто мы хоть не кругом. Я же говорил, что эта больница огромна. Где лестница на следующий этаж? Лука лишь пожимает плечами и незазвично смотрит куда-то вдаль. Черт, его двери все чаще не поддаются, и этот факт до невозможности разочаровывает. Ну же, Фрэнк, посмейся над твоей живой никчемностью. Ночерпение сикат душительным треском уже на следующей двери. Черт, его отроди! Ну зачем? Нет. Микрософт жаждет серьезного разговора с дверью. Я срываюсь до того, как лукава стрелят меня отстанлив. Замечательно, теперь я смогу войти. Ничего необычного, но это выглядит с точности, как все предыдущие. Мои головы ненормально стали показываться мыслями, что все это построил неакто, ведущие в моих страданиях только забаву. Или это вид какой-то дурацкой игры, которую устроили ради чего-то удовольствия. Не могу поверить, что ты на самом деле это сделал. Лучше бы здесь нашлось что-то недостоящее, стоящее. Тянусь богом. Боясь нервной дрожью в руках, я начал тестировать ее очки стола, стараясь открыть их, как делал это всегда. Ну, по крайней мере, эти несколько часов. После некоторых сил я смог с облегчением загрыть внутрь и рассмотреть содержимое. Было только два варианта того, что мы могли и найти. Если ты предполагал, что чем больше сверху пули, тем больше внутри бумаги, то получай золотую звезду. Неужели персонал даже не думал о карт... то есть теке? В случае бумаги целые, нерванные, на удивление, немятые и не отцелевшие, и посередине они находились без надобности, скрепленные в папке. Что там написано? О чем-то давнем. Вклиническая информация о 20-летней давности. О чем похоже на стопку анкет. Тех, что нужно заполнить перед тем, как зарегистрировать пациентов в больнице. Ничего необычного. Ничего необычного, кроме тревожных крупных букв, что складывались в не менее тревожное. Мертв и ликвидирован. По штампу, по штампу, полванных яркими красными черневыми в самом верху формы. Давай двигаться дальше. Руковый ходит слегка на нетвердой походкой, вот этот раз я следую за ним. Спустя какое-то время он сдается, тяжело переводившись к стене. Прости, мне нужно передохнуть. Ну ладно, не торопись, я не хочу, чтобы тебе стало хуже. Спасибо, Фрэнк. Вздохнув, он закрыл глаза. Я давно не встречал тут кого-то на столько хорошего. Сколько времени ты провел здесь? Очень много. Указ отстраняется с ней, озаряя меня восхищенной рыбкой. Ты в порядке? Да, мы можем продолжать. Приятно слышать. Давай не отставай. Он кивает. Мы продолжаем идти по этому бескресченному пути. Только шагаю, шагаю и шагаю, как кролик-энержайзер. До сих пор нет и малейших намеков на недавнее посудствие Стива. Рука вздохнул. Ты уверен, что твой долг еще в здании? Может, он уже ушел? Но его мобильник все еще не отключен. Я не могу позвонить и уточнить, где он. О да, телефоны никогда не были долговечными. Только если ты не зарядил его перед выходом. В смартфоне могут держать заряд примерно день. Что такое смартфон? Ты серьезно? Конечно же нет. Но соглашусь, держать заряд целый день – это действительно долго. Наконец мы нашли дверь, что немного отличается от других. Но это не зло, она не заперта. Полагаю, это комарка-уборщика. Не получено было видеть большое количество пулок и отсутствие кровати. Это что новое? Различные инструменты, разложенные от пола и покрыты густой пылью. В угол принестились. Принестились с ведра, в которых, хоть по всему, была вставлена грязная вода и рябка. Среди особо аудитное место и почернявшие ткани, занял еще один жирный паук. С чем он только питался тут? Здесь так много всего, может, ты сможешь найти ключи? Я осмотрюсь. Осмотрюсь. Указ остыл в дверном проеме, я наблюдаю за моими действиями. Просроченные медицинские препараты, несколько гробок стерильных перчаток, эморалевых повязок, а также бесконечное множество непонятных вещей, предназначенных, предназначения которых я не хочу даже знать. Обычно в таких местах ключ висит на стене, но я не вижу никаких ключков, может, он спрятан на верхней пауке, в который раз за свою короткую жизнь поклинаюсь ему за то, что я в нужде носить эцессивный ген, отвечающий за низкий рост. Последнее, что я сейчас хочу сделать, найти стул, чтобы прибавить его стук к этому никчанному росту, особенно в присутствии луки. Все еще неподвижно наблюдать за мной, что за прекрасное времяпровождение лука. Если не можешь дотянуться в следующий раз, возьми хотя бы стул или что-нибудь, на что можно встать. Не, он мне не нужен. Тоже мне телепат. Я пытаюсь открыть стеклянную дверцу, вместив ногу на одну из полок, чтобы находится ниже. Достягиваюсь, затягиваю, что у меня над головой, перешагиваю на полку повыше и повторяю весь этот процесс, пока я наконец-то не оказался там, где я хочу оказаться. Прекрасно, но тут тоже пыль. Как же бесит. Под рукой горкой желтит что-то серебистое. И, о чудо, это ключ. Надеюсь, он открывает хоть что-то. Посмотрим. Давай посмотрим в тех палатах, до которых еще не дошли. Как скажешь. Мы выходим вместе к тому старому коридору, с которого начали обход. Кажется, что-то изменилось. Стив... Фрэнк! Ты... Где ты был все это время? Ты хоть знаешь, что в этом странном госпитале произошло? А что могло произойти? Ха-ха, виноват. Я хотел попросить тебя взять еще и зарядку, но не успел, так как... Ну, тут просто ужасная связь. Ты идиот! Стив, это Лука. Кстати, у него в палатах никогда искал тебя. Лука, это мой друг Стив. Здравствуй. Эй, рада встречи, Лука! Какой такой ребенок, как ты оказался здесь в такое время? Ты тоже ищешь призраков? Это долгая история. Я совсем не ребенок. Я старшая вас двоих, вместе взятых. Ах, не бей в голову, Стив. Ка- Стив, каждого называют ребенком. Даже если далеко за двадцать. Ну, теперь, когда все банды с Б, осталось лишь одно проблемное, о котором нужно позаботиться. Кстати, Стив. Чего надо? Я говорю, что Лука... Штука... Пизерок. Что? Что? Ну, как ты... Стив моментально вытащил в спортивной сумке в вакуум для приведений из удороженных окна упаковочивши питания. Это мой шанс. Я охватываю хило тело призрачного парня и сжимаю так крепко, как он обнимал еще никто до этого. Из руки вытянулся, и я никакой внезапно понял, зачем я это сделал. Было уже поздно, слишком поздно. Ты... Предатель! Ты сгинешь вместе со мной! Вакуум для приведений ослепляет нас с лягким светом, тело тяжело сползать на лето, только отцепка обхватывает душу. Глупо, обширное белое пространство. В карманном агрегате Стива скрыто огромное измерение. Если приведение... Если приведение феи или нечто иное из другого попадет внутрь, оно навсегда останется поить в бесконечном пространстве. Честно говоря, это самый ценный вклад, который он совершил. Не скажу, что другие были хуже. С гордой уверенностью подплываю к моему новому лучшему другу. Эй, Лука! Не разговаривай со мной. Не могу поверить, что ты меня предал. Я доверился тебе. Я разглядываю аккуратно морщинку, что легло между лепоном и бровей. Что? О чем ты говоришь, милый Лука? Ты не понимаешь, что я сделал это ради любви, ради нас? Прости. Его волосы оказались тяжелыми и мягкими на высшем, и их было приятно пропускать свой с пальцем. Лука, 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 это не ракета строения. Прекрасно знал, что как только Стив услышит слово, призрак не будет стоить против нас вакуум для поведения. Я надеюсь, что ты захочешь отместить меня. Это было очевидно. Зачем? Какой смысл в том, что ты застоял здесь? Я же сказал, разве нет? Ради любви. Понравилось обнимать тебя. Ты действительно готов был быть заключенным в пустом измерении навечно только ради этого? Да, ради этого. Клянув ближе к стене на реакцию муссу парня, я мягко приглажу поясницу в пустом измерения. Я уехал. Ебан. Изграю его запахнуть для того изгра наше фемерное тело. А сколько ставится тут шо? Пауку начинает очки потряхивать. И так скажешь Эй, Эй, ты безумие. Выпускать продолжительный уставший вздох. Но при этом ты первый живой человек, с которым я контактировал за эти два долгих десятилетия. Думаю, могло быть и хуже. Возможно. Конечно, могло быть и хуже. Теперь не соперяйся, мой маленький призрачный зайчик. Концовка вторая в паку. Так, как раз концовка была, типа, должна идти подруга. Чё это бло? Нет, ну что-то было. В конце какой-то ёланичился, реально. Что-то бле-эд. ну да ладно я понял есть разные концовки но я не делал такое чтобы была именно эта концовка в конце он сказал бы я хочу тебя обнимать точнее он его обнимал а я бы такого не делал ну да ладно что прикольно оказалась эта врага в руках есть какой-то странный подписывайся на канал ставьте лайки и до новых встреч пока